Симметричный ответ. Россия продлила продуктовый эмбарго в ответ на решение Евросоюза продлить санкции 1.1. То есть конструктивный и миролюбивый тон питерского экономического форума европейских чиновников не убедил, как не убедили их европейские бизнесмены, ногами проголосовавшие за сотрудничество с Россией. И получается, что в результате все говорят об исполнении минских договоренностей и все страдают от санкций. Говорят о поисках выхода, но ситуация выглядит тупиковой из-за того, что антироссийская риторика ужесточается. Здесь и Вашингтон заявляющий, что разместит новые вооружения в Европе, и восточные европейцы с готовностью соглашающиеся это оружие принять. Мой коллега Евгений Баранов размышлял, почему европейцы изображают жертву и не только обрекают свой бизнес на многомиллионные потери, но и готовы разместить у себя дома пусковые установки, нацеленные на Россию, то есть автоматически превратиться в мишени ответного удара. В том, что санкции будут продлены, никто особенно не сомневался. Всех интересовали лишь сроки, и то, будет ли расширен список ограничений. Поэтому, когда стало понятно, что весь шум и за полугода все лишь пожали плечами, российский рынок, например, на продление санкций не отреагировал вообще никак. Механизм продления ответных мер включился автоматически. Правительство обратилось к президенту, и президент подписал указ. Представитель правительства обратился ко мне с письмом продлить меры, которые мы приняли в ответ на эти действия наших партнеров из некоторых стран. Я сегодня в соответствии с этим письмом подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. И прошу правительства оперативно подготовить и сдать постановление правительства соответствующим. Всё будет сделано, Владимир Владимирович, и эти документы, например, сейчас вставят в этот год? При этом, как и предлагал председатель правительства, мы наши ответные меры продлеваем на год, начиная с сегодняшнего дня. Я думаю, что это будет хорошим ориентиром и для отечественных сельхозпроизводителей. Вот так. Они нам полгода, а мы им год. А что, хотели санкции? Получайте. С одной стороны, коль скоро отмену санкций Евросоюз увязывает с соблюдением Москвой и Минских соглашений, которые систематически нарушают Киев, бессмысленно рассчитывать на то, что полгода что-то изменит в этом абсурде. С другой, власти дали стимул для инвестиций в российское сельское хозяйство. У бизнеса теперь есть гарантия того, что наш агросектор будет защищен, и на нашем рынке ему еще целый год не будет угрожать конкуренция со стороны европейских сельхозпроизводителей, попавших под российское эмбарго. Перечень продуктов, запрещенных к ввозу, почти ничем не отличается от того, который был. В нем остаются те же продукты животноводства, включая мясо крупного рогатого скота, свинину и колбасы, пищевые субпродукты, рыба, ракообразные, молоко и молочные продукты, а также овощи и фрукты. Тем не менее, вот этот перечень, конечно, не является константой, может быть изменен в зависимости от целого ряда причин, в том числе и от того, как будут складываться наши отношения с европейскими партнерами и партнерами из целого ряда других стран. Таким образом, из просто ответных мер российское эмбарго превращается в инструмент мягкой силы. Москва не только стимулирует отечественных производителей, гарантируя себе в случае необходимости возможность ввоза всего недостающего, но и предлагает своим европейским партнерам лишний раз задуматься о цене их коллективного упрямства. Однако, все это может сработать лишь в том случае, если властям удастся справиться с нелегальным ввозом в Россию продукции из стран, временно утративших наше доверие. Любые схемы поставок в обход введенных ограничений плодят коррупцию, подрывают доверие населения, снижают внешнеполитический эффект эмбарго и дают повод для злорадства тех, кто не мыслит себе возможность прожить год-другой без хамула. За последний год всекорство производителей, российские, они как никогда сегодня чувствуют поддержку государственную, они чувствуют и как потребитель, российский потребитель, развернулся. Мы видим, появились тренды, появились желания большинства российских покупателей, жителей нашей страны покупать отечественное. Здесь важно не заиграться, все время помнить о том, что все эти запретительные меры вынуждены и временные, что рано или поздно они будут сняты, что это уникальный шанс для наших производителей поднять качество их продукта, а невозможность завалить рынок, бог знает чем, пользуясь отсутствием альтернативы. Более того, если наши картофель, селедка или свинина вполне могут и должны заменить на рынки импортные, то, например, вино без ущерба для потребителя заменить на отечественное не удастся. Кроме того, нельзя наглухо закрывать рынок, дверь должна оставаться чуть-чуть приоткрыта, уже хотя бы для того, чтобы те, кто остался за ней, все время могли видеть то, чего они лишились. Уже сейчас многие усомнились в вменяемости тех, кто избрал такую меру воздействия на Россию, в тот момент, когда мы стоим перед лицом тяжелого кризиса, конца которому не видно. И все это случилось именно тогда, когда вроде бы забрежил свет в конце тоннеля. Так нет, появилась еще эта дубина под названием санкций. И мы лишены возможности попасть на огромный российский рынок, несмотря на традиционно добрые отношения. И выход из данной ситуации мы просто обязаны найти, чтобы в дальнейшем не сделать друг другу еще хуже. На этой неделе сразу несколько ведущих европейских газет опубликовали результаты заказанного ими исследования того, как санкции против России на самом деле влияют на страны Евросоюза. Итоги таковы. Если тенденция снижения экспорта в Россию, зарегистрированная в начале года, продолжится, Европа может потерять 2 миллиона рабочих мест и 100 миллиардов евро. Только в Италии в долгосрочной перспективе под угрозой 200 тысяч рабочих мест и почти 12 миллиардов евро потерь в экспорте. По тем же данным, для Германии кризис в отношениях с Россией может обернуться сокращением ВВП более чем на 1% метод. Во Франции рабочие места потеряют 150 тысяч человек, а снижение производства составит половину процента. Нашу политику легко критиковать. Это политика, находящаяся в состоянии упадка и отдавшая французский суверенитет в руки Европейской комиссии, находящейся в Брюсселе. Теперь мы подчиняемся законам, которые диктует Брюссель. Вот Людовик XIV, чей памятник за моей спиной. Он избавился от зависимости от иностранцев, сохранил суверенитет Франции и закрепил за страной ее границы. Сейчас же эти границы стираются, а Россия, хотя и оказалась в непростых условиях, явно сохраняет свою самостоятельность. Ей нужно просто провести реформу, направленную на реструктуризацию экономической системы. Я верю, что у российского народа хватит сил, чтобы обрести подлинную экономическую независимость. Рональд Занка, постоянный автор французского издания «Бульвар Вольтер», убежден в том, что продлевая санкции, европейские бюрократы в итоге получат результат обратный тому, на который рассчитывают. В том случае, если вызванные санкциями экономические реформы в России будут доведены до конца, Европу ждет горькое разочарование от утраты рынка, раскола внутри Евросоюза, подрыва доверия партнеров и прямых убытков. Да, на данный момент российская экономика все еще очень зависима от импорта. Но уже сейчас миф о том, что единственный конкурентоспособный продукт, с которым мы можем выйти на внешний рынок, это ресурсы, несостоятельен. Атомная энергетика, агропромышленные и военно-промышленные комплексы, металлургия, электроэнергетика и нефтепереработка. Уже в прошлом, в 2014 году, доля несырьевого экспорта составила более половины всего экспорта из России. Экономически сейчас Россия в таком же положении, в каком были США 7-8 лет назад. Тогда экономический коллапс заставил США стать более эффективными, переосмыслить банковскую систему страны, производство. Теперь Россия вынуждена делать то же самое. Она обречена стать более эффективной, ее финансовая система должна стать менее зависимой от Запада. Уже сейчас, переориентируясь на Восток, она получает оттуда существенную финансовую поддержку. Положительные результаты санкций, например, большая самостоятельность экономики России, еще удивят здесь многих аналитиков. Действительно, после Санкт-Петербургского экономического форума всерьез говорить о возможности изолировать Россию могут лишь прибалки. Оставим пока за скобками Китай и Индию. Новости на этом направлении не заставят себя долго ждать. Но подписание многомиллиардных контрактов с Саудовской Аравией и договоренности о строительстве еще двух, новых ниток северного потока в Германию, на словах, идущую в авангарде европейских санкций, говорят о многом. Выходит так, что режим санкций против России до некоторой степени выгоден самой России. Ведь ограничения затрагивают именно те секторы российской экономики, которым санкции необходимы, так как именно санкции выводят их из-под жестких норм ВТО и позволяют им успешно развиваться, ликвидируя более продвинутых иностранных конкурентов. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Андрей Маслихов. Воскресное время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...